Не знаю, как поступить. У меня очень сложное отношение с матерью. Мы верующие уже 15 лет. Мама всегда относилась пренебрежительно, словесно оскорбляла и применяла физическую силу. Хотя с виду мы казались хорошей, успешной семьёй, но теплоты от неё практически не было. Много боли, которые все эти годы я пытаюсь отпустить и простить мать. Мне казалось, что я это уже сделала. Сейчас мне 27, я замужем, есть ребёнок, 2 года. Живу в другом городе, с родителями поддерживаю связь. Стараюсь, чтобы они периодически виделись с внучкой. Мы приезжаем каждый раз к ним на праздники, либо они к нам. Но каждая наша встреча, хоть и по её словам долгожданная, и она нас тепло встречает, заканчивается ссорами, скандалами, без особой на то причины, оскорблениями и манипуляциями. Все наши праздники испорчены. Каждый раз она продолжает делать мне больно. Сегмента находит виновных и часто обвиняет моего мужа в пренебрежительном к ней отношении, хотя он просто защищает меня. В последний раз я запретила ей устраивать скандал и разборки при моей дочери, так как малышка боится криков, и на ней это плохо отражается. В нашей семье мы не допускаем скандалов при ребёнке. Я не хочу, чтобы её встречи с бабушкой и дедушкой запомнились ей только ссорами и криками. Я устала от такого отношения. Хочу оградить себя и свою семью от подобного общения. Но при этом переживаю, что моя дочь не будет иметь отношений с бабушкой и дедушкой и не будет их знать. Подскажите, пожалуйста, как поступить? Прекратить общение с ней или что сделать? Я всё так же жду, что моя мама всё-таки опомнится, изменится, извинится и изменит своё отношение. Ко мне будет добрый и любящий. Но это лишь на словах. Как только ей что-то не нравится, она начинается просто ураган. При этом всем лучше спрятаться. Постоянно чувствую вины, что я что-то снова сделала не так. Каждый раз я прощаю, надеюсь. Но последний раз был пиком. Благодарю за ответ. У нас нет силы менять родителей. У нас нет такой власти. И вот пока она ждёт, что мама изменится, она будет каждый раз проигрывать. У неё такая мама. Что ей делать? Мама большая, а ты маленькая. Когда мы вырастаем из-за вот таких травм, мы думаем, я теперь большая, а мама маленькая. Я теперь сейчас её буду учить. У нас нет этой власти. Мы всегда будем маленькими, а не будут большими. И контактировать на том уровне, на котором это возможно. Они живут в разных городах. Видится им или не видится, если каждый раз встречи заканчиваются ссорами и скандалами? Ну, можно включить мудрость. Всегда избегать от конфликтов. Можно готовиться, да. Потому что пока она... Почему она с ней конфликтует, дочка, которая пишет? Потому что она ждёт перемен. Мать же не просто так взрывается. Но как девушка пишет, на пустом месте взрывается. Это ей кажется. Это же атмосфера. А атмосферу девушка сама создаёт, да? Когда ждёт скандал. Когда я не... Когда у меня нет претензий, то есть я понимаю, я не могу... Она большая, я маленькая. Я не могу её учить. Понимаешь? Тогда у меня претензий нет. Я просто понимаю. Мама приехала на 3-4 дня, на недельку. Крепимся. Да? Потому что я её почитаю, я её уважаю. И то, что там она такая-сякая, и то, что мы в детстве были избиты. Ну, давайте по-честному. Мы поколение избитых детей. Не потому что наши родители изверги, а потому что они поколение избитых детей. Это вообще поколение. Это была норма бить детей. Сегодня мы живём в другой культуре. Сегодня вообще у нас перекос. Мы вообще не... Не трогаем. Не трогаем детей. Мы посмотрим, что из этого вырастет. Но это не говорится о том, что теперь она меня била в детстве, вот она недостойна быть моей матерью. Подожди, она дала тебе жизнь. И она уже достойна быть твоей матерью, и тебе надо учиться её почитать без условий. Вот когда мы почитаем условно, вот это проблема. Ну, бывает, конечно, совсем беспредел, когда мама приезжает из порога, проклинает там и в хвост, и в гриву, как говорится. Ну, то здесь уже надо ставить барьер. Ну, сори, мама. Да? Это другая история. Ну, просто когда... Хочу объяснить этой девочке, что пока ты ждёшь, что она изменится, у нас нет власти менять родителей. Наша власть одна — принять их такими, какие они есть. Ну, не знаю, снимайте гостиницу родителям. Пусть когда они приезжают, они не живут в вашем доме. Ну, какие-то пути находите, я не знаю. Сами возите внучку к ним на каникулы. Ну, так она и возит. Ну, и всё. А самое главное, надо оставить идею менять мать. У нас нет такой силы менять мать. Максимум, что мы можем, это молиться о себе и просить у Бога мудрости, как нам принять свою мать. Ну, смотри, давай последний случай. Она говорит, я запретила ей устраивать скандал при малышке. Она имеет на это право запретить, да. Как избежать этого конкурса? Вот она ей запретила, допустим, а мама от не останавливается. Что ей делать? Ну, конкретно вот. Ну, чертить границу. Развернуться и уйти? Да. Забрать ребёнка и уйти. Из конфликта. Она взрослая женщина, она не маленький ребёнок, она не заложник ситуации. Она не хочет слышать скандал. Собрала ребёнка и ушла от матери. Пусть мама выдохнет. Успокоится. Успокоится. Всё. Почитать родителей, это не позволяет беспределить им, да? Ну, то есть им теперь всё можно. Подожди. Почитание – это такая взаимная заповедь. Почитает своей мать, а родители не раздражать своих детей. Это взаимная заповедь. Так же, как жёны, повинуйтесь мужьям. Мужья, любите своих жён. Это взаимная заповедь. И то есть это труд двоих. Все забывают читать вторую часть. Ну, конечно. Родители всегда читают – почитай отца и мать. А дети, говорят, не раздражай. Жёны читают – люби, мужчины читают – повинуйся. Повинуйся. Все чужие стихи читают. Понимаешь? Выгодные для себя. Да. Всё условно. Но если мы говорим о Божьем проекте, о Божьем замысле, мы должны приходить безусловно любви. И родителей мы не можем выбрать вторых. Они у нас одни. Всё, вот какие есть. И нам надо… И мы на земле здесь, чтобы научиться их любить безусловно. Насколько это возможно?